МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Глава муниципалитета выступил с инициативой об объединении поселений района в городской округ. Мы для себя определили стратегию развития на пятилетку, но буксуем постоянно на одних и тех же вопросах, которые возникают из года в год, к сожалению. Детская школа искусств в поселке Развилка отметила свое 30-летие. У нас в Развилке появилась новая замечательная школа, которая стала центром искусства. В Видновском ЗАГСе свой первый паспорт получили 12 юных жителей муниципалитета. Приятно, что получаю паспорт уже 14 лет, как-никак. Состоялось внеочередное 29-е заседание Совета депутатов Ленинского района. На нем рассматривался единственный, но очень важный для дальнейших перспектив развития муниципалитета вопрос. Глава района Валерий Венцель принял ключевое решение и выступил с инициативой объединения поселений в городской округ. Объем населения муниципалитета увеличивается ежегодно, что оказывает нагрузку на бюджет, влияет на уровень комфорта, качество благоустройства и темп строительства социальных объектов в поселениях. Вопросы к нам, как органам местного самоправления, либо на уровне поселений, либо на уровне района, их становится больше, замечаний становится больше. И оттого мы начинаем пробуксовывать в неких других темах. Мы для себя определили стратегию развития на пятилетку, но буксуем постоянно на одних и тех же вопросах, которые возникают из года в год. К сожалению, при разрозненном бюджете мы не можем поправить те вопросы, которые мы хотели бы и которые уже давно назрели к реализации. Единый бюджет позволит более масштабно участвовать в федеральных и областных программах софинансирования. Централизация власти повысит эффективность управления территорией, а также упростит процесс принятия решений. Быстро и качественно решать вопросы, связанные с нашим и благоустройством, и строительством, и ремонтом наших дорог, и линией освещения, и безопасности, и размет всего того, что нам приходится иногда месяцами проходить через бюрократические процедуры. Народные избранники большинством голосов поддержали инициативу главы. Теперь вопрос об объединении должен пройти обсуждение на публичных слушаниях и рассмотрен на советах депутатов поселений. Детская школа искусств в поселке Развилка отметила свое 30-летие. Юбилейная гастроль – именно так называется концерт, на котором выступили ученики учреждения культуры. Чем еще запомнилась круглая дата, расскажет наш корреспондент Арсений Рогозянский. Детской школе искусств в поселке Развилка исполнилось 30 лет. В начале своей истории учреждение было небольшим, однако сейчас это современное здание, которое вмещает в себя несколько сотен учащихся. Эта школа у нее большое будущее. Она только начинает свою большую педагогическую работу. Эта школа ведь необычная, это не общеобразовательная. Все-таки это школа искусств. Здесь будут детей учить всему самому прекрасному. Школа искусств в поселке Развилка обрела новое здание площадью 3000 квадратных метров всего полтора года назад. Многие ученики еще помнят занятия в старом корпусе, и в современной школе им нравится намного больше. Здесь огромные классы, у каждого учителя свой отдельный класс. Тут больше места, где можно заниматься. Если там было всего лишь несколько кабинетов, то тут прям их целая куча. Какой же юбилей детской школы искусств обходится без концерта? К этой части праздника организаторы подошли весьма оригинально. Выступающих объявляли так же, как на вокзале объявляют об отправлении поезда. А сами номера хоть и были короткими, но красочными. Поздравления с 30-летием учреждения принимали преподаватели, ученики и директор детской школы искусств Ирина Андрушко. Действительно очень рада, что у нас это получилось, что у нас в развилке появилась новая замечательная школа, которая стала центром искусства. Я очень рада, что с каждым днем она наполняется звонким смехом, талантливыми детьми, замечательными преподавателями. Я думаю, что сегодняшний день, он станет одним из знаковых дней в истории нашей школы. И с этого этапа мы начнем дальше развиваться еще более быстрыми темпами, более интенсивно и более качественно. Детская школа искусств в поселке Развилка имеет богатую историю, которая продолжается даже спустя 30 лет. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Сергей Ларин, Видное ТВ. Ежегодно колледж в Москве в рамках работы по профессиональной ориентации проводит День открытых дверей, на котором школьники Ленинского района знакомятся с его педагогами и специальностями. В этот раз выставка профессий состоялась на базе районного дома культуры города Видное. Анастасия Воронина продолжит. Кем стать? Машинистом или банкиром, а может быть поваром? С таким вопросом сталкивается практически каждый школьник. А чтобы помочь с выбором профессии, профессиональный колледж в Москве провел профориентацию. Педагоги и студенты познакомили школьников с разными специальностями своего образовательного учреждения, а также рассказали о обучении в целом. Это мероприятие стало традиционным. Четвертый год подряд мы проводим данное мероприятие в черте города Видное. Раньше у нас данное мероприятие проходило в кинотеатре «Искра». Но сегодня мы с радостью проводим данное мероприятие в Доме культуры. На этой выставке в профессии можно было наглядно увидеть, чем студенты занимаются на своих факультетах. Например, повара показали свой небольшой мастер-класс по изготовлению холодных закусок. Очень требуются специалисты, высококвалифицированные в нашей области. Поэтому мы разнопланово обучаем детей, чтобы они могли найти себе достойную работу за хорошую оплату. Профессиональный колледж в Москве сотрудничает с аэропортом Домодедово, а также многими авиакомпаниями, например, такими как С-7 или Уральские авиалинии, которые предоставляют студентам дальнейшее трудоустройство. У Марка Шумихина большой интерес в этой сфере вызвала профессия диспетчера. «Это, так сказать, увлекательное и ответственное дело, к которому надо подходить самому. Это меня интересует». Заранее задуматься о своей будущей профессии решила и Алина Дилова. «Решила я включена сегодняшнее мероприятие, потому что я иду в 8 класс, и так как в следующем классе 9, я не знаю, как определиться в жизни, оставаться или идти куда-то в другую направленность». Благодаря плодотворной работе педагогов и учеников у большинства школьников возникло желание пройти обучение в профессиональном колледже Московия. Уже совсем скоро он распахнет свои двери для новых студентов. Но для начала нужно успешно сдать экзамены. Анастасия Воронина, Сергей Ларинг, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском ЗАГСе свой первый паспорт получили 12 юных жителей муниципалитета. Вместе с главным документом в обложке, посвященной 90-летию района и Московской области, школьникам подарили георгиевские ленточки и хорошее настроение. Им они и поделились с нашим корреспондентом Екатериной Борисовой. В холле Видновского ЗАГСа в этот день было довольно многолюдно. 12 юных жителей муниципалитета должны были получить первые в своей жизни паспорта. Егор Муравьев из поселка Володарского пришел с мамой Татьяной и другом. Сам молодой человек был немногословен и держался довольно спокойно, а вот мама заметно нервничала. Он чувствует себя уже гражданином, то есть взрослым, маленьким взрослым. Приятно, что получаю паспорт уже 14 лет. Как-никак. Мероприятие по традиции началось с гимна России, а затем ребят поздравили официальные лица. Вы становитесь взрослее, но при этом на вашей плече ложится очень большая ответственность. Ответственность перед самим собой, ответственность перед своими близкими, перед семьей, ответственность перед будущим. Пожелать главное здоровья, всех благ и ребятам, и родителям. Ну, я думаю, что этот сегодняшний день вам запомнится на всю жизнь. После поздравлений перешли к основной части праздника. Одновременно с паспортами в обложках, оформленных в честь 90-летия района и Московской области, ребятам вручили георгиевские ленточки. Ведь именно в этот день стартовала ежегодная одноименная акция, приуроченная к грядущему Дню Победы. С получением главного в жизни каждого гражданина документа школьников поздравили и их ровесники. Люди думают о хорошем, а хорошем ведь хочется. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. Тогда и никто представить не мог, что через три столетия паспорт станет главным документом каждого гражданина. И вручать его будут в такой торжественной обстановке. Получение паспорта открывает перед ребятами массу новых возможностей. Теперь при желании они смогут официально устроиться на легкую работу, открыть счет в банке и арендовать жилье. Я с паспортом смогу поступить на работу. Без паспорта я уже ничего не смогу сделать. Зарабатываю денег, как и без паспорта. Но вместе с правами, конечно, появляются и обязанности. Отныне за свои действия подростки несут ответственность перед государством сами. Благотворительную акцию провели ученики одной из школ города Видное. Цель мероприятия – сбор средств для помощи людям с онкологическими заболеваниями. Подробности расскажет Анастасия Воронина. В Видновской школе номер два уже второй год подряд работает волонтерский проект «Открытые сердца». Ребята организовали благотворительную ярмарку и концерт, чтобы в очередной раз с собранными средствами помочь нуждающимся в финансовой помощи. Деньги можно собирать благодаря нашему творчеству. Ярмарки поделок, концертные номера помогают собрать средства нуждающимся. «Нас много, мы поможем». Именно так назвали свой благотворительный концерт волонтеры. И действительно, выступавших ребят и готовых помочь было много. Старшеклассник Кирилл Наточи не остался равнодушным и тоже принял участие в этой акции. Это так удивительно. Вот такие много-много-много разных людей помогают совершенно одному незнакомому человеку. Это просто такая человечность. Это в нас заложено, я считаю, уже где-то даже немножко на генетическом уровне. В этот день школьники приготовили много интересных номеров. Они танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах. Одна из самых проникновенных мелодий «Рива Исланд» прозвучала в исполнении двух пианисток в четыре руки. Дружно откликнувшись на беду, ребята смогли собрать более 45 тысяч рублей, которые, верят они, помогут побороть болезнь хотя бы одному нуждающемуся человеку. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. И о погоде. В субботу будет до 22 тепла, ночью плюс 11. Переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На сегодня новостей больше нет. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова